ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНСЯ 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 ГИНСБУРГА Дворец независимости был лучше до реконструкции. Я знал эти постройки, потому что я был читателем русских архитектурных журналов. И я не интересовала хроника архитектуры 70-х и 80-х. Много из моих западных коллегов не интересовались, но я читал по-русски. У меня было много друзей среди молодых архитекторов в Москве, так называемых бумажных архитекторов, которые старались до конца Союза создать другой, альтернативный путь по поводу архитектуры. И вот я знал. Алма-Ата имеет очень хорошую, интересную ее географию. Это зеленый город, это рациональный город. Но, по-моему, большой вопрос теперь, это, я сказал бы, интернационализация города со средствами современного китша. И это очень сложный вопрос, потому что во всем мире растут идентичные постройки. Используют, это не значит, что техники, техники те же самые, но больше, чем техники, идеи, идеалы, похожие на идеалах, которые... Я был недавно в Корее, это иногда странные параллели между Сеулом и Кучкой Алматы. Сыул на другом масштабе, конечно, но я... у меня воспринимание города, который еще ищет новый облик, еще не нашел этого облика. Ну вот если вернуться все-таки к моему вопросу по политической системе, то есть вы считаете, что новый облик не найден, но, может, это связано и с тем, что и система политическая еще, может быть, в каком-то там, в молодом состоянии находится, в поисках между демократией и тоталитаризмом, я не знаю, как это видится именно архитектором? Очень, очень трудно идентифицировать архитектурную эстетику и политическую систему. Я могу дать пример Германии. В Германии обыкновенно имеем в виду, что архитектура Гитлера, это был архитект... Неоклассицизм Шпера, но фабрики были совсем функционалистическими, но Жильон еще использовала теми модернизма 20-х с крышами, но это была архитектура модернизации. И интересно видеть, что, например, публика часто идентифицирует тоталитаризм с колоннами, например, с ардерами. Но важно знать, что самые большие, самые длинные колоннады 20-го века не строились в Берлине, в Риме или в Москве, но в Вашингтоне для демократического правительства Рузвельта. Это значит, что архитектура и власть имеют сложные отношения. Я сказал бы, что с одной стороны диктаторы, вожди используют архитектуру как средство коммуникации, чтобы показать мощь, но параллельно или симметрически архитекторы тоже используют власти и вождей, чтобы построить идеи. Я могу взять, например, пример римского архитектора Пьерчантини. Он работал до фашизма, он был главный архитектор фашизма в Риме, и после освобождения он продолжал те же самые проекты. И он прожил все режимы, делая всегда идентичную архитектуру. Это значит, что нам надо видеть, что есть тоже разные сложные системы между властей и архитектурой, системой заказчиков. Кеми были заказчики советской архитектуры во время 30-х? Они больше не были люди, как начальники, или даже Ленин, которые были в Европе и имели широкую культуру. Они были ребята, молодые ребята, которые шли через рабфаками, и у которых не было культуры. Они были новорыши, коммунистические новорыши и хотели показать богатство. И теперь вопрос культуры заказчиков и в России, и в Казахстане очень важный вопрос. Есть тоже другой уровень, который, по-моему, влияет, значительно влияет на качество архитектуры. Это критика. Очень важно видеть, что, например, когда строишь теперь в Париже, или в Нью-Йорке, или в Лондоне, архитектурная критика в газетах имеет важную роль, чтобы определить, что хорошо, что плохо. И архитекторы обыкновенно читают и слушают, что критики говорят. По-моему, архитектура — это очень сложное искусство, очень сложно оценить искусство. Можно свободно и легко сказать, что это большая постройка, это монументальная постройка, это слишком много стекла. Но дальше, чтобы оценить качество, иметь возможность развивать альтернативы, культура нужна. Культура, я думаю, однозначно нужна. Вы в нашей новой столице и молодой столице еще не были? Я был в столице. Ну, я думаю, что вот там точно подходит как раз мой вопрос по поводу политической системы, потому что основную часть молодой столицы, не старого города, а именно нового, это под руководством нашего президента было сделано, я думаю, вы это видели. Ну, какие у вас ощущения от этого остались? Первое ощущение — это ощущение быть не в городе, а в большом макете. Ну, есть такой, да. Большой макет, потому что это, вот это, Астана — это не первая новая столица современных времен. Я хорошо знаю города, как Бразилия, который был создан в 50-х, или Чандигар, создан, Ле-Корбузье тоже в 50-х. Город, как Анкара в Турции с 20-х. И есть опыт, например, и, конечно, Вашингтон, столица, которую сделала и дальше, и обратно во время, а Петербург. И нельзя создать новый город за срок одного поколения. И, по-моему, это один из вопросов Астании. Очень быстро строили, очень быстро, может быть, слишком быстро строили этот город. И этот город, по-моему, имеет абстрактный характер, потому что это город, где поколения еще не меняли, не, как сказать, воспринимали и меняли условия. Как это произошло в Бразилии или в Чандигар? Если мы теперь, Бразилия был создан, основан в 56-м году, точно 60 лет тому назад теперь, подлинный план еще виден, подлинная структура существует, но она имеет новую интерпретацию. И я сказал бы, что город более человеческий теперь, более сложнее, живет по-другому, чем подлинный проект, что подлинный проект предлагал. Но я знаю, что, кстати, Вашингтон же был построен по образу и подобию Парижа, или это легенда? Вот, это интересная вещь, я читал ликтюр о прошлом городов будущего. Иногда читали, что город будущего был бы сделан из элементов прошлого. Американцы не доверяли себе в начале 20-го века и искали примеры для Вашингтона в Париже, в Вене, в Риме, и сделали коллаж этих фрагментов, чтобы создать Вашингтон. Я сказал бы, что вообще мне интересуют эти отношения, как в каждом городе найдешь фрагменты других городов, как каждый город иметь это иногда... В старом свете память такая, да? Да. Но Вашингтон в этом плане особенно очень похож на старый свет, потому что отличается Нью-Йорк и Вашингтон очень сильно. Как Астана и Алма-Антон. Но есть большая разница между Алма-Антой и Вашингтоном. На Моле в Вашингтоне довольно легко сделать пикник. В Астане это, очевидно, довольно сложнее. Ну, может, тогда Вашингтон можно сравнить немножко с Алма-Антой в этом плане, если говорить о пикниках. Я знаю, что вы писали много и проводили работу научную про Ле Карбузье, французский архитектор. И сама биография Карбузье, она очень похожа, где-то параллели имеет с вами, потому что он тоже приехал на волне, как мне кажется, такого романтизма, веры в Советский Союз, что там будет вообще какая-то фабрика новаторов, фабрика людей, которые что-то новое придумывают. И мне кажется, что он немножко разочаровался. Как Вы думаете, это так? Да, это очень интересная история, это очень короткая история. Ле Карбузье был три раза в Москве в 1928, 1929, 1930 году. Но он имел первый значительный заказ, большой заказ он имел в Москве. Это было здание Центр-Союза, а потом это стало здание Нахком Легпрома, теперь это статистическое управление России. Это был первый раз, что он принял большой заказ. И у него был большой энтузиазм. Он думал, что Советский Союз был рай технологий и архитекторов. И он сделал несколько проектов, которые имели большое значение не только для него, но для всей архитектуры 20 века. Второй проект был... Он построил, наконец, Центр-Союз, имел... Постройку критиковали лидеры сталинизма в середине 30-х, но все-таки он был построен. Потом в 30-м году он сделал план для Москвы. Он писал, так называемый, «Ответ Москве», где он предлагал разрушить древнюю Москву и создать новый город. Это был очень экстремный проект. Саханя, толку Большой театр и Клевни. И он с этим проектом для Москвы создал известный теоретический проект лучезарного города, который имел большое влияние для всех государителей. И потом был третий момент, очень интересный момент. Это был съезд Дворца Совета в 1932 году, где он был уверен, что он должен был выиграть. И, наконец, он не выиграл. И проект был... Развивал проект Борис Яфан с другими русскими архитекторами. Но у него было огорчение. Но все-таки он все время считал, что это был важный опыт для него. В России была кампания после этого против так называемого корбузианизма или даже корбузианства против Гинзбурга, например, которые считали как сторонник корбузи. Но отношение с Гинзбургом очень интересное, потому что Гинзбург, когда он построил знаменитый дом Кумуна Наркомфина в Москве, который еще стоит как памятник авангарда, в очень плохом состоянии, но, может быть, есть надежда в его реставрации. Гинзбург взял много элементов его языка, архитектурного языка у корбузианства. Столбы, длинные окна, плоская крыша. Но важно знать, что корбузианство, как называют корбузианство, он взял с собой обратно в Париж сынники этого дома, и их использовал для развития его проекта. И особенно проекта жилого дома в Марселии, который является одним из самых важных прототипов нового жилья. Это значит, что поток не шел толком от запада на восток, но тоже обратно. Иногда в обратную сторону. Я видела здание Центра Союза в Москве, единственный проект, получается, у него в Советском Союзе, на мой взгляд, дилетантское, оно ужасное, оно страшное вообще. Поэтому я хотела бы узнать, в чём ценность конструктивизма вообще в архитектуре, и как вы считаете, может быть, уже стоит сносить какие-то здания, которые не соответствуют в данном случае какому-то общему облику. Потому что оно такое прямо грубое, непонятное, похоже больше на какую-то такую советскую фабрику. Да. Это была экспериментальная архитектура. Это была архитектура, которая хотела освободиться от эклектики, от ордеров, и которая имела фабрика как образ. Не только как фабрика, как ящик, как строение, но тоже фабрика как процесс. Это было время фардизма и тейлоризма. В русской культуре, вообще, не только в архитектуре. Но центр здесь очень интересная стройка с точки зрения архитектурных элементов. Это были первые большие стеклянные фасады, это были рампы, система движения внутри. Постройка очень интересная. Это была идея стола, постройка, которая не стоит над землёй, которая практически летит над землёй. Это был новый язык, который Корбюзье развивал тоньше для частных домов, чем для этих больших постройок. Если, например, сделаем гипотезу, чтобы он строил бы и дворец Советов, то, по-моему, это было бы очень плохое здание, потому что он сам не знал, как использовать новый язык. Ну, вот, кстати, в Алматы у нас очень много зданий было снесено в своё время, где-то 8 лет 12 назад, когда появились большие деньги, решили сносить старую часть Алматы, самый центр. Но очень много людей, вообще, гражданских активистов выступала против, потому что в этих домах в своё время жили исторические личности, писатели, поэты и так далее. Я жила сама в одном из таких домов. И хочу сказать, что такой чисто архитектурной ценности может и не было, но для меня ценно было здание в том смысле, что его строили в своё время японские военнопленные, и качество здания, это было просто великолепное, потому что фундамент очень глубокий, были очень толстые стены, можно было жить без кондиционера, потолки были по 3,5 метра, то есть ощущение кайфа от того, что вот я жила в такой квартире, было, мне до сих пор жалко, что вот снесли мой дом. А как Вы считаете вообще, насколько важно, вот как тут грань провести между тем, что это историческая ценность, потому что там кто-то жил, и архитектурная ценность? Это большая проблема не только для Казахстана, а есть во всем мире теперь количество организаций, которые работают для спасения этих домов от этого периода. В Берлине реставрировали, например, цели и комплексы жилых домов 20-х, и тоже теперь 50-х, даже в Америке работают спасли постройки многих архитектов, даже небоскребы 50-х, которые были не всегда постройки, которые имели эстетические качества, но которые были документы эпохи. И, по-моему, это так надо и относиться к постройкам, которые еще проживают, даже если они меняли, их меняли в Альмяте, этот документ нельзя забыть, нельзя жить без памяти, без документов, без слова, и эти постройки, они вообще, Вы так и сказали, они качества высокие, надо с этими постройками делать другие вещи, например, на Западе теперь с конторами делать жилья, с фабриками делать мастерские музеи, Вы видите, например, что интересно культурный центр «Гараж» в Москве, где Рам Кольха сделал культурный центр, и он сохраняет структуру, и есть отношения с историей, и в то время новая программа. По-моему, надо сделать план, чтобы идентифицировать все эти объекты, и с этим планом определить приоритеты, и, может быть, восстановить постройки, которые имеют значение. Например, дома правительства Гейнсбурга еще очень мало теперь существовало, но это не совсем трудно перестроить элементы, которые передали бы идею архитектурного облика оригинального. — Да, я тоже думаю, что очень важно все-таки бережно относиться к прошлому, и как-то можно же действительно его под настоящее очень мягко, культурно перевести. — И я тоже сказал что-то другое. Интересно видеть теперь, как бурно развивается архитектурный туризм. Я говорю об этом, потому что это значит, что восстановить стройки и работать на стройках — это не только затраты, это тоже помогает туризме, потому что много людей теперь путешествует, чтобы видеть, открыть архитектуру. От архитектуры Гауди в Барселоне, очевидно, до архитектуры Баухауса в Германии, до архитектуры больших вилл в Лос-Анджелесе. Это волна любопытности к архитектуре, и я думаю, что у города Алмата есть количество объектов, которые смогли иметь значение в этой рамке. — Я думаю, что Медео точно, высокогорный каток наш, он точно может быть привлечь. Но сейчас вы работаете всё-таки в США, и получается, и у меня сразу мысль такая возникла, может, во Франции не совсем удобно творить людям возраста такого более зрелого. Может быть, в Старом Свете просто отношение к людям, которые подходят к пенсионному возрасту, другое. Потому что мы говорили об этом с вашим другом, с Гийомом, советником французского посольства, и он мне рассказывал, что действительно есть разница в том, что, допустим, доходишь до пенсионного возраста определённого, допустим, если ты работаешь профессором в университете, то ты всё-таки должен уже уйти. А в США в этом немножко другое отношение, да? В США-то совсем по-другому. Это воспрещают послать на пенсию. Если человек ценный, то он может работать, пока ходит, да? Люди, которые работают, они считают, что они представят культурное богатство. Но всё-таки меня интересуют проекты, и у меня целый ряд новых проектов, новых старых проектов, и я готов их развивать как профессор и как свободный исследователь. Среди этих проектов я работаю, например, я подготовлю большое издание работ Франка Герри, архитектура из Лос-Анджелеса, и тоже работу, это будет выставка об американизме в русской архитектуре с конца XIX века до революции, до периода застоя. И, по-моему, это очень важно построить представление этих исторического развития, не только как национальное, одно народное развитие, но как развитие в рамке раннего интернационализма. — У меня последний вопрос, к сожалению, мало времени осталось. Мне очень интересно то, что действительно вы прекрасно говорите на русском языке, и вся ваша работа, она тоже очень сильно связана и с Советским Союзом, и с русским языком. В этом плане мне интересно, каким вы видели Советский Союз? Вот в 1965 год вы были в Орлёнке, это чудесное место, на мой взгляд. Я была в Артеке, знаю, что это такое примерно. Это было интересно, потому что мы были дети, мне было 16 лет, мы были дети коммунистических семей, но это была совсем другая культура. Но у нас мы были очень... Мы видели новую Москву, это был год после конца режима Хрущева, это был ещё... Мы знали о ГУЛАГе, что-то знали, мы знали о репрессии, и у нас была большая любопытность. Но мы тоже... У нас была тоже, я сказал бы, почти анархическая культура, и мы не... Мы были очень критически относились к милитаризме речи советских. Мы, например... То есть, это ощущалось, что это было дальше? Да, да. В Орлёнке нас просили сделать праздник военных сил, это был, по-моему, советских моряков, это был день флота, по-моему. И мы отказались, не хотели. Говоря, хорошо, у империалистов есть флот и армия, но нельзя было гордо с этим, надо просто делать праздник. Это милитаризм, и мы с этим не хотели... Не хотели смиряться. Не хотели смириться. Но это возраст такой ещё, 16 лет, когда вы точно уверены в своей... Были большие споры, но это была тоже довольно открытая атмосфера этого времени. Если ретроспективно всё смотреть, я воспринимаю постсталинскую надежду этих времён до Чехословакии, до 68-го года и до застоя. Это значит, что для меня это был очень интересный момент. Потом я вернулся и уже стал работать, исследовать авангард. Это была другая фаза. — Да, мне кажется, этот период... Вот как раз вы правы, да, между Чехословакией и между тем, как вот уже у Сталин, такой был период романтизма во всём. Причём я знаю, что и художников это очень сильно коснулось. В своё время действительно началась такая волна свободы, и люди думали, что мы можем творить так, как видим, как чувствуем. — Да, был большой и обширный оптимизм. — Я хотела бы на машине в время попасть в то время. Мне кажется, там была очень интересная атмосфера, именно такая художественная. — Да. — Жан-Луи, огромное спасибо вам за эту беседу. И я надеюсь, что сегодня ваша лекция очередная пройдёт с таким же успехом. И, пожалуйста, приезжайте ещё в Алма-Ату. Слушателями напомню, что с нами был историк современной архитектуры, профессор истории архитектуры Жан-Луи Коэн. Спасибо за внимание. Вы можете всегда прослушать записи передачи «Глазами иностранца» на www.radio.kz. Заходите чаще. С вами Батагоси Дахметова. «Глазами иностранца». «Глазами иностранца». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова